Как вы тут живете? Все ли у вас хорошо? Хорошо пребываем в условиях. Позволяет отдыхать, здоровье восстанавливать. Все есть необходимое. Кормят очень хорошо. В этом госпитале принимают раненых с самого начала спецоперации. Медики отмечают пациентов с передовой. К ним стало поступать уже меньше. Фронт отодвинулся. Но для волонтеров фонда «Звезда Элира» это место по-прежнему остается обязательной остановкой на маршруте. У нас налажена связь конкретно с этим госпиталем. Мы работаем по конкретным списокам. Лекарственные препараты, постельное белье, одеяло, вода. Все самое необходимое для того, чтобы наши бойцы быстрее выздоровели. Мне кажется, их ни в коем случае нельзя жалеть. Им это очень не нравится. Когда ты улыбаешься на позитиве, ребята выздоравливаются, им это очень приятно. Не стоит их жалеть. Они у нас самые сильные, самые мужественные мужики на свете. Лишней помощи не бывает, уверенно, здесь. Поэтому в свой выходной чистоту в палатах наводят белгородские волонтеры. «Мы помогаем, конечно, как без этого. Все вместе». «Какие вы молодцы. Мы вообще просто восхищаемся жителями Белгородской области». «Да». «Мы приехали из Самары, привезли тебя». «Подержать дом, да. Правильно. Спасибо вам большое». «Спасибо вам большое». «Значит, никак, как мы вместе». «Да, однозначно. Наверняка дома семья, да?» «Конечно». «И вот находите время, выходной день». Недавно фонд «Звезда Элира» открыл в Белгородской области свой филиал. Его возглавила Любовь. Она тоже с первых дней занимается сбором помощи для солдат, а еще печет для них пироги и стирает вещи. «Откуда-то берется сила. Всех хочется обогреть. Из госпиталя мальчики жили у нас. Много мальчиков жили. Привожили им в гуманитарку, в госпиталь. Им надо домой их выписывать. Документы нет. Документы в части. Ждем пересылки. Помогали нам. Заготовили все вместе с нами. Поезжали домой. Сейчас общаемся до сих пор. И звонят, и пишут. То есть хорошие ребята. Случай был. Спасали одного бойца. Он отстал от своих. Как так было возможно? Ну, отстал. Был дождь трое суток. Он бродил везде, не знал, куда ему прибиться. Мы забрали его. Отогрели, отмыли. Двое суток, пока не нашли его руководство. И тогда он ушел к своим. Все эти посылки собрали жители Самарской области. Здесь медикаменты, средства гигиены, сладости и, конечно, детские письма. В этот раз на прифронтовые территории непосредственно в зону спецоперации отправилось сразу три КАМАЗа с гуманитарной помощью. Уже на местах ее распределят по подразделениям. Татьяна Потоцкая, Константин Макаревич. Новости губерния. Новости губерния.